Все придется, я не знаю, куда девать, выбрасывать? Бомжам только будет. Радость одна будет бомжам, металла будет много. Такой радостью у Валентина Епишина полный гараж. Каждый стеллаж забит инструментами и все нужные. Например, чтобы заедающий руль починить. Этим как раз и был занят пенсионер к нашему приходу. Говорит, что недалек день, когда он больше не сможет поковыряться в гараже. Вот такие уведомления с нового года начали получать некоторые, как здесь сказано, владельцы гаражей на улице Приупской в Туле. Их предупреждает, что необходимо до 31 января принести документы на собственность в администрацию Тулы, а иначе снос. Только никаких документов, по крайней мере, у большинства нет. Да и владельцы они не в полной мере. Гаражи построены вдоль железнодорожных путей на земле, которые, как говорят местные, находятся в собственности РЖД. Отмечаю, что некоторые уже пытались узаконить строение, но не вышло. Мне от тестя достался этот гараж. Мы с ним его сюда ставили. Были документы на покупку металла. Мы его сами сварили, этот гараж. Занимали место самовольно. Просто ставили сарай, потом их снесли, пустырь был. Там первые гаражи появились. Ну, что не поставить на пустое место. Поставили. Тестя уже нету. Никаких документов у меня на него нету. Да, что он мне принадлежит. Мне принадлежит просто замок. Всего на Приупской порядка 50 гаражей. Часть из них заброшены. Именно их автомобилисты и предлагают снести, а за остальные строения готовы бороться. Они хотят выкупить земельные участки или даже регулярно платить за их аренду. Сделать так, что определить площадь и разделить на всех. Мы не против все платить за землю, за аренду земли. И все. И это будет очень хорошо. И будут все довольны. Наиболее активные автомобилисты уже создали в интернете петицию против сноса гаражей. В ней они говорят, что от этой территории никому пользы не будет. В городской администрации с этим не согласны. Снос необходим для благоустройства территорий вдоль железнодорожных путей и въездных улиц Тулы. Работа проводится в три этапа. Первый этап. Мы сегодня выполняем мероприятие до улицы Калинина. И дальше продолжим ее до Восточного вода. Второй этап. Это пойдет от железнодорожного переезда на Чермет и до стадиона Металлург. И третий этап. Он закончится 24 июня, где мы будем наводить уже санитарный порядок в качестве посеяем зеленое насаждение. Приведем в порядок градиирование определенное. Возьмем, значит, сделаем отведение в водоотведные каналы, где вода скапливается. Там жители, кстати, нам сейчас обращаются по улице Пролетарские многие обращаются. Также Шостаков добавил, что первые уведомления о сносе были размещены еще год назад. Но в администрацию никто не обратился за помощью в постановке строений на учет. Возможность это сделать сейчас еще остается. Для этого жителям необходимо обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы.